Восвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель» В студии «Працу» Александр Гамоля Глядите в этом выпуске Старшиня Гомельского обл. Воконками Владимир Дворник провел всю встречу с коллективом Чачерского виноробного завода На Гомельщине освоили комплексный ремонт энергонасыщенной сельско-господаршей техники У Гомеля пройшла коллегия областной инспекции Министерства по податках и сборах Бесплатный Wi-Fi появился в троллейбусах областного центра Синоптики попереживают обрезки по холоданию А сейчас об этом и иншим больше подробно Шляхи повышения эффективности работы предприемства в коммунальной майомости обмерковывались сегодня в Чачерску Основная увага звернута на местовый филиал гомельского виноробного завода Предприемство, якое неколи приносило в мясовый бюджет Значенную частку доходов Зараз проходят процедуру санации Правда, примаемые меры, чакаемого эффекта По финансовым оздоровлению филиалу Пакули не принесли За свою историю Чачерский виноробный завод ведает шмат узлетов И напевно не меньшую колькость падению Предприемство засновано в середине 19-го стагодзя У 30-е годы минулого стагодзя Тут выраблялись не только вина и безалкогольные напои Али хлебобулочные вырабы У 60-е годы провели масштабную реконструкцию А после антиалкогольной кампании Практично все обсталивание знишили После неудалого эксперименту С вырабом соков и консервов с Городнины Тут отновили выпуск плодового вина В 2011-м У рамках держпрограммы По переодоливанию наступства Чорнобыльской катастрофы На заводе провели еще одну модернизацию Сегодня местовая продукция реализуется Выключено в Межах Беларуси Причим не вельми активно По великим рахункам найчинным рынку И она у Вогулі непотребная Имея мощности на Гомельском и Надежском заводе Головном предприятии Сегодня надо понимать, что оно самостоятельно Само может закрыть всю потребность Вот в старом или в новом продукте Для того, чтобы сохранить это предприятие Надо найти его какую-то переспециализацию Рассматривались разные варианты Это производство может быть воды Это производство может быть там дистиллятов каких-то В том числе сделать, как вариант, тоже Вот эту чешерскую филиал Как сырьевую базу для головного предприятия Разом с тем у облвыконками Пиракананы Выделять миллионы бюджетных рублев На пропануемую реконструкцию Можно только после деталевого анализу усих нюансов Подчас наведывания филиала Чашерский Гомельского винзавода Старшиня областного выканавчего комитета Уладимир Дворник Звертает увагу на элементарную безгосподарчасть Дорогое обсталявание не выкаристовывается А сыровина часто закупается проспосредников Что повеличивает кошт продукции До задачи пошука выходу предприятия с кризисом И захавания прационных мест У облвыконками обещают вернуться знов Али и на заводе Повинны клопатиться об свою будущем Тем больше, что в опыт инших предприемств У коммунальной майомости свершись Выйсти можно знайсти за усёды Але для этого необходимы жадания И коллектив профессионалов Если взять сегодня в целом промышленность То мы закончили её не совсем хорошо Где-то 94% по ИФО Если убрать два предприятия Которые действительно есть объективные причины Это Мозорский нефтеперерабатывающий завод И белорусский металлургический завод Жлобин То в целом промышленность работала На 100% с небольшим Значит, если анализируя Я вот вижу ситуацию по январу месяцу То без нефтеперерабатывающего завода Вся промышленность должна сработать По январу где-то 102-103% Это говорит о том, что мы Смотрим за каждым предприятием И для меня очень важно, чтобы эти предприятия работали Олег Синцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько Телерадио компания «Гомель» с Чаширска На Гомельшине освоен комплексный ремонт энергонасыченной сельско-господаршей техники Его необходность лумачится у первую чергу Достатково протяглым термином эксплуатации тракторов С процессом подрыхтовки до весенних полевых работ Знайомился Олег Синцеров От тем, что в основе этой палетки будут засеяны Нема никаких сомнений Размова в том, на кольке будут вытремлены Оптимальные термины селбы и агротехническое потребование От этого у значной ступени будет задержать сегодняшний уроджай От годливого предприятия до сучасного комплекса По ремонте сельско-господаршей техники Необходность такой переориентации На «Гомель» або «Агросервисе» Тлумачится просто Зараз у господарка Гомельской области Працует около тысячи энергонасычных тракторов Причем средний термин их эксплуатации Складают уже около восьми годов В ней особные детали отновляли на разных предприятиях Теперь все работы можно проводить в одном месте Специалисты прошли научение на фирмах-вотворцах И теперь без проблем ремонтуются Навод импортные руховики «Диатройц» и «Дойц» Задеяничный и местовый науковый потенциал Ученые технического университета, например Распроцовали систему контроля Аналогу, какой покой не манеде Диагностика методом вибрации и шуму Значит, мы уже на стадии приближения К практическому применению данной системы И считаем, что эта система имеет место жить Амаль 90% работных работ Зараз проводится непосредственно У сельско-господарских предприемствах Гэта як минимум бочтанна Але без специализованных организаций Усё ровно не выстисся Тым бочт, что непосредственно на гомишине Технику не только одновляюць У рамках программы импортозамещения На том же гомель-агрокомплекте Импортные детали на глебопрацовщих агрегатах Почали заменять на айчинные Причем без страты якости Уречься на передеотказный период И киняходно провести без сбоев Конкретные термины початку весновых полевых работ Поколь не огучиваются А вось планы по подресторству сельско-господарчей техники Уже вызначены До первого соковика Усё тракторы и агрегаты Яке будуть задельничаны на посевной Повинны быть полностью готовы до работы На сегодняшний день Готовность энергонасыщенных тракторов Вставляет порядка 85-87% Посевных почвообрабатывающих агрегатов Порядка 75% Поэтому остается у нас порядка 40-50 дней До выхода в поле Я думаю, что я уверен Что данная техника вся будет отремонтирована И вся 100% уйдет в поле Олег Синчеров, Валерий Гопанько Далее радиокомпания Гомель Тем часам Гомсельмаш вяде работу По поширении географии поставок Комбайна у Паудневой окраины Наприклад, на выпробовании у Судан Плануется отправить Сбожоуборочный комбайн КСК 575 Это одна з найновших распроцовок эконом-класса Она оптимально подходит Для невеликих и середних предприемств Каким потребна компактная и маневрная техника Зараз с африканскими партнерами Идея меркования документов По оформлению дилерского контракта А так само умов, на яких будет предоставлена техника Разведается так само пытание Поширения поставок комбайна у Турцию А в лютому Камеруне Пошнутся выпробования Бавовноуборочной техники Сегодня у Гомеля прошла коллегия Инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Головное пытание на парадку дня Выники работы в минулом году И задачи на 2017 Бадать самые значные проблемы С наполняльностью бюджету Выкликаны перебоями У работе широкобуйных промысловых предприемств Только от деянности Мазырского нафтоперепроцовщего завода Летость недоотрымана больше Як 130 миллионов рублей Разом с тем, у целых Мясцовые бюджеты Выконаны на 101,7% Основную долю у поступлениях На Гомешине Забеспечивает державный сектор экономики Доля приватного – омаль 25% А проча подведения выникал работы За минулый год На коллегии окреслены основные На керунке селетней деяности У приватности податковой инспекции Планует больше активно Процессовать с насильницем У пытаниях сборов На финансование державных расходов Значная увага будет надаваться Так само бороться без незаконными видами деяности Обозначим задачи, которые стоят перед налоговой инспекцией На 2017 год В том числе Исполнение плановых назначений По 2017 году Определим конкретные мероприятия По проведению контрольной работы Налоговых органов Рассмотрим вопросы контроля За незарегистрированной Предпринимательской деятельностью Также уделим внимание работе с электронными сервисами Вай-фай заявился у троллейбуса Гомеля У якости пилотного проекта Бесплатный доступ до интернету Забеспечены у семи троллейбусах Яки обслуговывать маршрут номер 25 Каб скоростаться послугой Необходно подключиться до кропки доступа Увести номер мобильного телефона И пароль за отриманного смс-поведомления Коли послуга будет запотрабована Я ее пошлюсь укоронять и на инших маршрутах Наступное учарзе на подключение троллейбусы Яки обслуговывать самый протяглый В городе маршрут номер 20 До речи поступово у Гомеля З'является усе больше месяцев Обсталяванных вай-фай Так у початку студени Доступ до интернету З'явился у кинотеатра имя Калинина До конца месяца Плануется обсталявать кинотеатры Мир и Кастрышник Бесплатный интернет Жихарам областного центра Так само раздает Першую в Беларуси интерактивный припынок До инших тем Стали вядомые команды Яки примут удел В чемпионате республики По интеллектуальной гульни Что деколись А род школьников Попередний тур Прошел на минулых выходных Путевки в финал Разыгрывали одночасово По всей краине На 22 пляцовках На Гомельшине ГТБ Областный палац творчества Детей и молоди По синхронным турам Удельничали больше Як 150 человек З усей в области 27 команд У трех взрослых категориях Проставили полтора Десятка моцнейших Клубов региона Головным было набрать Якмога больше от школ После огульня у выниковой Личбы Кожная в область Накеровала у Минск Где выники Сумовали И выбрали 40 лепших команд краины Ну и особенно радостно За наших гомельчан Потому что вот у меня Полные руки дипломов Это наши региональные То есть Во всех возрастах И школьники И ювеналы И дети Во всех возрастах Первое место заняли гомельчане Теперь главная задача Сейчас Готовить старших К участию В чемпионате республики В своем возрасте Готовить младших В своем возрасте То есть Обычная наша Обычная тренерская Педагогическая работа Сярод 426 команд За всей республики Две гомельские команды Уладар овечек И тыгры у линейку Оказались у лику Моцнейших К тому уже зараз Организаторы Бачать гомельчану Сярод лидеров финалу Яки пройдя У красавику Гэтага года Незвычайный выставочный проект Под назвой Неограненное мастатство Презентовались сегодня У картинной галереи Гаруила Вашенки Аутры работ Люди с психичными Отхилениями Об уникальной мастатской Каштовности Картин Сюжет Ганны Ковалевой У лику авторов Выставы Семь непрофессийных мастаков Свои картины Яны пишут У психонеурологичном Доме-интернате Города Минска Заразу им проживает 200 человек При взросле за 40 годов Интеллектуальной Здольности многих Як у троугодового дитяти Для некаторых Низкий взрослый Развития Природжены Кагостя До яго Привела хвороба Арт-терапия Заявляется Эффективным лекарством Для вечно Маленьких дятей У майстерни Яны отрымливают Станучие эмоции Для подтримания Доброго психичного стану Результаты очень большие Потому что Есть примеры Когда в ремиссии Люди пребывают Уже второй год А раньше обострения Случались Практически Раз в два месяца Состояние ремиссии Это когда человек Не получает Дополнительные Медицинские препараты Когда человек Не испытывает Элементарных Физических страданий В силу того Что у него Есть вот это вот Заболевание Гэта экспозиция Частка мастацкага Проекта Аутсайдер арт Яки охопливая Постояльцам Не только Минского дома интерната Али и инших Устану Такого типу Першая выстава Проекта Отбылась Восемь годов Тому Мы объездили Все города В нашей республике Везде здесь Хоть какие-то Выставочные залы Мы показали Нашу программу В общем-то везде Сейчас Двигусь Немножечко дальше Я перешла Работать Совершенно другими людьми Уровень развития Которых Ну гораздо сложнее С точки С медицинской точки зрения И то, что Вот мы сегодня видим Это именно Программа Вот этих Вот сложных людей Четвертого Психоневрологического Дума интерната Сделанная За год С небольшим Выставочной Дейностью Проекта Хопил Многие города Не только Беларуси Али и за мяжой Творчесть Особливых Мостаков Убачили И у Польши И у Голландии Дорой Все подобные работы Належат До мастацкого Напрамка Артбрут Або Аутсайдер Арт Он появился В Европе В конце 19-го Початку 20-го Стагодзе Коли психиатры В диагностичных Мэтах Разглядаючи Работы Своих Пациентов Признали Мастацкую Значность Ганна Ковалева Игорь Марыщенко Телерадиокомпания Гомель Сегодня Значается Татьянин день Ушановывать Святую Татьяну И в православном Свете И в студентском 60-х годов тому Была заснована Первая в НУ России Московский университет Эта дата Супала С днем памяти Святой Татьяны Якая жила У третьем Стагодзе У Рымя Так 25-я студеня Стала днем студентов Текаво Что имя Татьяна Не глядяши На свое рымское Походжение Лишится традиционно Русским И расповсюджено У многих Славянских краинах У Гомельской области Оно было популярным У 80-х годы Минулого 100-го У 2016-м годе У регионе Татьяной назвали 51-ю Намонародженную Девчонку Все ли та шпакуль Не одну Дарай же по старым поверь И девчонка Якая народилась У этот день Будет доброй господиней А имя Татьяны Наделить ей Организаторскими И творчими Сдольностями Приклад тому Вядомая же храм В области Татьяна Ушакова Голос Якой Больше за 10 годов Заявляется Визитной Кардкой Радиостанции Гомель-ФМ Мне нравится мое имя Устроительница И учредительница Насколько я помню Оно переводится И мне кажется Что у Татьяны На самом деле Такие есть Все Татьяны Которых я знаю Это девушки Интересные Девушки с характером Амбициозные У них всегда Есть много планов Они всегда знают Как их воплотить В жизнь И к своей цели Идут очень четко И до самого конца Всем моим тезкам Всем Татьяном Танечкам Танюшам Счастья Любви Здоровья Всего самого доброго Мира в сердце И пусть рядом будут Только любимые люди Все равно таки Попереживают Обрезким похолоданием У ночь на 26-е Студень У региона Чекается От 12 до 17 Градусов морозу У полношных районах До минус 20 У день будет От 6 до 11 Морозу А падков Не прогнозуется На особенных Участках дорог Заховается Гололедица Да и рекомендую Без необходности Не выезжать На особистом транспорте Ночь на 27-е Студень Будет так само Холодная До минус 15 Градусов А восью суботу Знов потеплее Слубки термометров Покажутся От минус 3 До плюс 2 Градусов На гэтым выпуск Завершенный У студии Працавал Александр Гамоля Усяго вам доброго И до сустреча Эфиры Эфиры Субтитры подогнал «Симон»